Приветствую всех, с вами Нидерамос, мы продолжаем проходить Диабло Дхэл модификацию. Как обычно, я стартую немножко странным образом. О, приличное масло. Ничего себе у вас тут, ребята, вы чё. Ну что вы хотите, взять много народа. Падшие. Как-то. Бонгэшер. Не знаю, кто это такие. Ну, кто-то это такие. Бах, палец. Чё-то ты на меня живу. Жёлтый. Красного цвета. Хорошо его назвали. О, игрской портал. Бах, просто. Бах. Спать. Спать. О, длинный. Понятно, бесполезный длинный. Лук. Ещё два портала. Я почему бы не сохраниться. Я снова в бою. Николай, значит, отсюда попрут. Я 44 падших уже убил. Обалдеть. Это отражение. Я не очень знаю, что есть отражение. Возможно, кстати, вот тот щит, который мы в одной из прошлых серий выбили с алтаря. Ну, не с алтаря, там, фонтан слёз, что ли, назывался. Возможно, это и был эффект отражения. К примеру, иконка соответствующая. Но я, скажу честно, я никогда не замечал эффект этого заклинания, поэтому... Может, я просто не знаю, на что смотреть. Но в любом случае, я не в курсе, что это заклинание делает. Сохранимся. В очередной раз. Ты что в первом теме, а что в втором? Не люблю этих падших, которые убегают постоянно. Так что, приходится за ними гоняться. Реликвия магии. Вон. Точнее, опять же. Ммм. Кстати, серьёзно, когда я в прошлый раз играл несколько лет назад, не было ещё никаких этих чемпионов. Классно, что добавили такую механику. Я более чем доволен. Так, какая-то. Какая-то палка. Ещё, кстати говоря, полезно, что я не могу дверь вызвать, точнее, выделить в цель, если я не смогу с ней взаимодействовать. Так, понятно. Тут, конечно, хорошо было бы с собой таскать, но оно очень затратное по маге. Опа. тут же сейчас квест будет. По-моему. короче говоря, нужно принести какую-то табличку. ему. Или, типа, они нападут. Ну и тут заблокирован вход, выход на следующий уровень. Всё это обязательно надо сделать. Господи, взаимодействовать с ним. Змукс. Ты чё? Я не пойму, он что, бафнул своих, что ли? На всякий случай съедим. Тяжёлая кость. Зелень магии. Вот это костина. К сожалению, для крайности бесполезная из-за её урона. Но свойственно нехорошее висит. Это однозначно. Люблю. Вообще. Вампирку на всяких оружиях ближнего боя. Свиток. Определение предметов. Бах. Я думаю, надо эту толпу угасить. Только я не помню, где знак берётся, который нужен типа этому монстру. Я знаю, что вроде отнести его в город можно одному из описи. А вот где он берётся, я не помню. Ладно, мы в процессе разберёмся. Пока всё равно в город рано перейти. И уровень всё равно ещё и защищать. Мне, парни, а мне не нравится такой толпой. Как нам тебя зовут? Друмал. Слюнявый рот, что ли? Чуть типа того, по-моему. Хватит жрать своих. Все, что я жру. Он просто сожрал все тела, кто там были. О, теперь это мне пора. Новый путь в город, кажется. Внизом так быстро. Музыку я почти не слышу, что сделать еще тише. Стоп. Погоди. О, магический камень. Говорит про какой-то магический камень. Честно, я не помню, где это задание берется. Кость продаем. Давайте как ведьме сходим. Все, ладно, не буду зелье продавать. А вот это продам, потому что очень много надо на него. Book of Town Portal у тебя не присутствует. Ведьма, ты ведьма. Хотя у тебя что есть? Я не знаю, мой друг. Понятно, у тебя ничего интересного. Здравствуйте, мой друг. Великолепно. Мастер, я у меня есть странная опыт. Я знаю, что ты у тебя много зналения о тех монстроситях, которые охранят в лабиринт. И это что-то, что я не могу понять для меня. Я улыбнулся в ночной ночи через звук скрепления, просто в окнахе моего табора. Когда я взглянулся от моего дома, я увидел формы маленьких, демоновых кратурок в доме. После небольшого времени, они улетели. Я улетелся, но не до того, чтобы забрали мою табораторку в моем доме. Я не знаю, почему демоны забрали мою табораторку, но оставили мою семью в спокойствии. Это странно, да? Здравствуйте, хороший мастер. Великолепно в Таверне Солнечного Солнца. Либо принести ему, либо отдать этот знак вот этому монстру. Монстр, может, это вот этот сундук. Обычно просто, по-моему, знак где-то недалеко от этого места брался. А, стоп. Я, по-моему, этот знак сейчас возьму вот в этой комнате. Точно. Она же слишком большая. Ничего себе. Ничего себе, этого закрошили. Вот оно что. Ничего себе вы больные. Я даже чуть не сохранился. Да хватит это делать. Просто он здоровый. Третий пришел, конечно. А что не 35 штук сразу? А что? Ну, что-то. А что-то. А что-то. А что-то. Да хватит это делать. Ты че? Ну да, не сохранился сам виноват. Нехорошо. Так, и сюда. Смотрите, что тут у нас сохранился реланчаста. Я только у чемпиона. Нехорошо. Так, тут, по-моему, ничего не было, но карту все-таки надо открыть, чтобы уже точно быть уверенным, что я ничего там не упустил. А-а-а. Понятно. Ой, внезапно. Я просто запинал этого демона ногой. Кто меня нашел? Выменчить, да? Сразу поставим портал. И после этой толпы стоит отправиться в город будет. Повязать свой, который на 14 взять урон, а не на 16, что серия оговорился. Да сдохни, ты уже конец. Хм. Сколько здоровья. Перекачались, что ли? Так, ладно. Ну, кстати, сейчас тогда послушаем, что нам Кузнец говорит. Расстраняемся. О, что ли? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Что ли? Я не знаю. 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 Я знаю. Я могу видеть что-то полезное. Привет! 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 Последний птиц. Посох. Последний птиц. Последний птиц. Так, у меня что с собой? У меня довольно много всякого хлама с собой. Я не знаю, нахрена мне нужен. Еще и в таком количестве. Ну что, сейчас просто пойдем сложим. Я думаю, все. Стоп. Годите, золотишко надо забрать. И... оружие... Да, плюс 14 урона. Глиттингс! Поскольку я не иду... вообще, наоборот, иду без масел в кармане, стоит идти полностью починенным. Ну, в первую очередь, тогда будем акцентрировать вот на это место. А, тут север. Ну, пока что, похоже, вот это самый лучший вариант из двух оружий, который я могу предположить. Вот именно на данном этапе игры. Ты, монстр, побольше для мясника. Минус. Нет, я ищу. Нормально. С нормальной скоростью пользуюсь. А не с быстрой. Как истинная ученица. Ну, она с другими видами оружия не очень хорошо прощается. Фак тебе. Ты чё? Борзел? Ты серьёзно, что ли? Ребят. Выдать от того потише. Уфа, здоровый. Каждая стрела минимум 14 урона делает. От 17 до 20. Возможно, не успеют так быстро восстанавливаться. Возможно. Возможно. короче просто взял зарубил еще в бою кто ж не там а это вот этот патча который тут где то был за агрены на меня туда вот вроде еще парочка их то есть вот этот и еще один в прошлый раз когда я одного смел убить в той комнате меня 4 зажало не попадешь мне очень спасает то что они любят останавливаться причем от многих а 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 это мы подобрали табличку значок таверны ну вывеску конечно конечно по теле дали уже хорошо это у меня не а а и и и а и и держат. В битве. Ну, сдохни ты уже. Единственное предположение, что куда-то вот с этой стороны меня держат. Ну, значит, вообще ничего не вижу. Не то что того, кто может меня в бою держать. Что-то я умал, здоровье снял. Теперь иди сюда. Ладно. Нравится так, сражаться. Что ж, посражаемся так. Мне не жалко. У тебя есть защита, конечно. Как так? У тебя столько защиты. Наконец-то. Опять деревянный щит. Нафига он мне? Дали бы лучше какой-нибудь классный одноручник или двуручник еще круче моего. Или мощный. Который я могу надеть с таким же свойством. Нет. О, стоп-стоп-стоп. А, я был не в бою, но теперь я в бою. Так, сейчас я сохранюсь перед тем, как... Ну, вот здесь вот, наверное, по карте. Я просто хочу сначала попробовать посмотреть, что будет, если я принесу табличку этому демону. Сохраняемся. Хм, понятно. Этот просто... спер и начал нас убивать. Ну, в принципе, из чего бы, я думаю, что можно доверять демону. Так, шляпа. Минус пять урона от врагов. Плюс два ко всем статусам. Здоровье мана. Ну да, хорошая шляпа, однозначно. Нормально. А, вот он мне рассказывает про этого Леорика. Но Леорика, нет, спасибо. Ей, пожалуй, не осилим. У меня... Ничего особо в карманах нет, поэтому... Сохраняемся и уходим. Сохраняемся и уходим. Сразу в ярости на меня. Он как бесится. Давай, получи позицию. Валючи, гад. Just die all ready. Другой щит, кстати, дали. Баклер. А нет, а не деревянный щит. К которым я уже привык. Так, давайте еще новости сделаем. А то... Попадаемость у меня... Чуть-то у вас еще не на максимуме. Хм. Баклер силы. Да вы чего? Издеваетесь нафиг? Спать? Попадаемость. Да ну спать уже. Попадаемость. Опять вид идентификации дали. Да сколько же вас тут? Надо было сразу так сделать. Попадаемость. О! Бегу ты достать. Достать и бегу ты. Так, свитка идентификации не надо. А вот свиток выдавания по лицу гремленам был бы полезен. Реликт видение. Даже его не могу использовать. Но пока что я прокачиваюсь именно на что мне в первую очередь нужно. Потому что потом буду во вторую, третью, пятую, десятую еще. И магия среди всего этого далеко не на первом месте. Для персонажа не мага-то. Вот там сейчас боссик будет, из которого деревянный щит выпадет. До смерти я далеко успел пройти, однако. А не здесь. Ну, значит, вот с той стороны. Че, нет? Да, вот он. Иди сюда. Боссик. 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 Может он будет вновь не так. Чего ты мне нападаете? Да успокоюсь это животное. Просранимся. Двух время. Хотя с этим я могу проиграть. Так я просранимся. Нам нужно спаять. Спаяйте мой разум. Просто бегают и ходят. Не знаю кто там в боя леет. Один этот падший тип или много народов. Боишься? Правильно делаешь? Может они тебе тоже съедят. О! Какая-то сюжетная книжечка. Знаете-ка я пожалуй съем баночку. Прям я убил первым того, который находился за другим. Щит мана. Естественно на него обаладеть сколько магии надо. Потому что это... Сильное заклинание. Но тем не менее... Оно мне выпало просто так. Эта книжка такая простая да? Прямо. 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 Возвращаем. В общем, какая-то часть истории вселенной рассказана. Кстати, насчет Белиала точно не помню, но Азмодан как раз был в третьей части. Диаблон. Скорее всего... Не Белиал. Нет, он Белиал был. Или нет. Он его второй, что ли, был. Не как главный босс, а... Таким. Такой, типа, темный ангел ходил по четвертому акту. Где-то просто на улицах. Он там как раз Белиал был. Если я ничего не путаю. Ну, может, я и путаю. Но шапочка, кстати, у меня сейчас нехорошая, вряд ли, выпадет. Тем более белая. Искать хорошую шапочку среди шапочек белого цвета, это вообще не вариант. Ну, кстати, я не зря стоял, почитал, послушал, так сказать, эту книжку. Как раз здоровьишко восстановили. Куда-то? А? Ау. Кинжальщик, который дает здоровье. Немножко. Неплохо. Но бесполезно с моим текущим выбором моего оружия. Ты че? Хочет кругаться на меня. Опа, тут круг? Серьезно? Просто круголя, наверное, да? Обалдеть. Такое, по-моему, не очень часто происходит. Ну, а действительно тут... Ой. Че-то упало. Ладно, не важно. Не часто-то такое происходит, чтобы была... Карта закруглена. Но, как мы видим, иногда происходит. Это даже удобнее. Мне не придется возвращаться вот таким путем, уйти, и потом только вот сюда. Я ему просто смог просто так пройти, и сразу все, что нужно сделать. Сохраняйся, пока я не в бою. Сейчас я иду в бой. И по-хорошему, он бы еще успеть и выйти из боя. Раньше я как-то не замечал, что... Первая дьявола такая темная. Мне казалось, все-таки... Тут обычно было посветлее. Еще, кстати, когда я в первый дьявол на PlayStation 1 играл, ну, естественно, чистую версию, без модов, это само собой, какие моды на первой PlayStation 1 дьяволе. Когда я играл, я собрал какие-то уникальные предметы, я уже, естественно, не помню какие, которые, в общем, давали минус сколько-то к радиусу света вот этого персонажа. И скажу просто, немного уменьшив этот радиус света, игра стала совсем по-другому очищаться. Куда я знаю... Тоже существует несколько артефактов. Так, нет. Это тоже не годится. Так. Но тоже существует несколько разных предметов, которые дают минус к радиусу света. И я как-то для прикола надевал эти все предметы, и... Было... Тоже... Достаточно интересно. Хотя все-таки сейчас там довольно темно. Так, кинжал не нужен. Кинжал лисы тоже не нужен. Шикарно. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наше прохождение первое этих... Собора. Потому что, как многие наверняка знают, за вот этой лестницей находится уже не собор. Ну, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok